В мае глава МВД Арсен Аваков обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению 2,5 миллиардов гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина. Об этом сообщает экспертная организация State Watch со ссылкой на письмо МВД. Средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, сказано в документе. Отмечается также, что такая процедура предусмотрена отдельным правительственным постановлением. Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел. Напомним, в начале июня возвратились к работе передвижные сервисные центры Министерства внутренних дел. С помощью них украинцы могут зарегистрировать или перерегистрировать транспортные средства, заменить водительское удостоверение, получить международное водительское удостоверение. Верховная Рада 249 голосами приняла волевое решение приспособиться к текущим условиям, мировому экономическому кризису и введенному карантину. Новые цифры разрабатывали, учитывая сокращение ВВП почти на 4%, падение доходов на 120 миллиардов гривен и рост дефицита госбюджета. Президент Владимир Зеленский 18 апреля подписал изменения в бюджет, предусматривающие урезание львиной доли доходов и расходов. По итогам апреля 2020 года государственный бюджет Украины был выполнен на 88%. Казна недополучила 41,5 миллиард гривен. Львиную долю денег не дала таможня. В Украине дефицит бюджета превысил 58 миллиардов гривен. По состоянию на 25 мая он выполнен на 86,5%, а госдолг по итогам апреля превысил 81 миллиард долларов. Тем временем Всемирный банк прогнозирует падение мировой экономики на 5% в 2020 году в связи с пандемией. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики за июнь 2020 года». Отмечается, что падение мировой экономики в этом году станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года. Резкое сокращение доходов на душу населения ожидается во всех регионах. Согласно прогнозу, в странах с развитой экономикой в 2020 году ожидается снижение экономической активности на 7%. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в этом году прогнозируется спад на 2,5%. Первая всеобъемлющая рецессия в этой группе стран как минимум за 60 лет. Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, и которые серьезно зависят от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.